Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы снова поговорим о таком препарате, как сустаном. Кому интересно, я уже снимал об этом препарате видео, мы говорили, какие анализы сдавать, что да как. А сейчас мы будем разговаривать о неочевидных вещах. О тех вещах, о которых на ютубе никто почему-то не говорит. Итак, дорогие друзья, у нас есть два лагеря. На одних сустаном работает хорошо, на других сустаном работает плохо. Это не, все-таки, как правило, не из-за того, что, ну, есть мнение, что сустаном это же там, соответственно, смесь эфиров. И вот якобы там, из-за того, что неровный фон тестостероновый, да, есть теория, там, человек не в то время колол. Вот если колоть через день, если колоть каждый третий день, или нужно колоть всего одну инъекцию раз в неделю, вот тогда вас разорвет и сустаном превратит вас в арнольда. Вот, соответственно, вот есть такая теория, напишите мне, конечно, кто с ней согласен, кто нет. Я, конечно, всегда за ровный тестостероновый фон, но здесь я могу сказать, что это не первопричина того, почему на вас сустаном не сработает. У нас есть когорты людей, на кого он не работает. Вот, опять же, не будем, как с чемпионом мира мы снимали, да, его реакции, но сустаном, когда там температура и так далее, это индивидуальные реакции. Мы сейчас про это тоже это отложим, про это не будем говорить, то есть про это мы уже проговорили достаточно. В видео про отеках я это снимал, говорил. Поэтому мы проговорим, соответственно, две причины, почему сустаном не работает у вас. Две самых важных причины. Одна из первичных причин, почему сустаном не работает, вспомните, это именно смесь различных тестостеронов. И дело в том, что когда чего-то, да, по чуть-чуть много, то это вызывает определенные, ну, ярко выраженные побочные эффекты. Когда у нас много разных эфиров тестостерона, они по-разному, соответственно, конвертятся в эстрогены, если проще говорить об этом. И вы, если у вас особенно генетика на повышение эстрогены заточена, вы можете сдать генетический анализ на это. Если у вас, соответственно, генетика и так на повышение эстрогенов, то таким образом, соответственно, сустаном будет сильно повышать вам эстрадиол. И при повышении эстрогенов постоянным, да, вы можете это недостаточно отслеживать. Иногда нужно сдавать каждые даже две недели. Просто кто-то профилактически, типа, ест там анастрозол и все. Вот. И если так делать, просто профилактически есть, не сдавать анализы, самая банальная причина – был высокий эстрадиол. Вторая банальная причина – при наличии аденомы гипофиза у вас может быть, особенно на курсе анаболических стероидов, они это все дело еще больше усиливают. На фоне приема сустанона при наличии, внимание, это очень важно, аденомы гипофиза, по-другому ее называют пролактиномой, да, когда и так пролактин повышен. Ну, еще больше повышаете пролактин, значит, пролактин высокий, ну, понимаете, да, ситуацию, такую же ситуацию, как с астрогенами, такая же ситуация, как с астрогенами. Итак, дорогие друзья, первая причина андрогенная, мы ее проговорили, все, супер, та причина, о которой никто не говорил. ЖКТ. Когда вы употребляете сустаном, сустаном, повторяюсь, смесь эфиров. И к инструкции, соответственно, даже в некоторых инструкциях сустаном написано, там, по-моему, то ли на Видали, то ли на РЛС справочники можете загуглить. Увеличение аппетита. Это пишут не просто так. Увеличение аппетита, соответственно, действительно, ну, начинаете больше потреблять, оно весьма заметно на сустаноне. Потом, сустаном не используют же препарат как для суши, то в основном используется препарат как для набора мышечной массы. Человек и так себе накидывает углеводов, да, побольше, колораж может быть общий побольше. Что может вызвать проблемы с ЖКТ? Очень часто эти проблемы ЖКТ выявляются в виде либо повышенного грибкового роста, либо повышенного бактериального роста, что, соответственно, нарушает всасываемость кишечника. Либо могут упасть ваши полезные бактерии эпифида, лактобактерии и так далее. Те, которые из рекламы йогуртов, если вам говорить очень просто. Так вот, после того, как у вас начинается синдром избыточного бактериального роста, по-другому, можно сказать, начинается такой скрытый дисбактериоз, то белка всасывается хуже. Он начинает просто гнить. Некоторые люди и отмечают повышенное газообразование. Поэтому не то, что даже белка, кстати говоря. То же самое может происходить с углеводами. Они уже могут, может быть, повышенный синдром повышенной всасываемости кишечника. Когда полезные углеводы обкрадываются, объедаются, соответственно, патогенами, бактериями, превращаются в простые. То есть, происходит такая ферментизация пищи. И какая-нибудь обычная полезная гречка срабатывает как быстрый углевод, слишком резко повышает он сахар в крови. И это, соответственно, служит уже такой инсулинорезистентностью. Да, с поводом к образованию инсулинорезистентности. Это еще одна причина. Да, такой звонок. Уже не по белкам удара, а по углеводной составляющей. Это может быть как все вместе, когда нарушается всасываемость и белков, и углеводов, и жиров. Может быть по отдельности. То есть, нарушена, допустим, всасываемость только углеводов или только белка. Если белок можно отследить по симптому газообразования, то углеводы, как правило, вы так просто, если их всасываемость нарушена, вы не соответственно отследите. Поэтому нужно сдавать хромоспектрометрию по осипу. И смотреть, есть ли у вас сибор или нет. Потому что, если вы используете препараты, такие как сустанон или балденон, которые очень выраженно повышают аппетит, вот, или вы просто используете высококалорийную диету, безусловно вам нужно обеспечить качественную работу вашего кишечника. Еще один момент, что может нарушить работу кишечника и вызов процесса гнения, это недостаточная ферментация. Это когда панкреатиты, это когда нехватка амилазы, панкреатической эластазы, лепазы, да. Или когда вы, соответственно, сами на глазок, ну, качки как любят, ага, если ферментов не хватает, я сейчас буду пить панкреатив, логично, да. Закину механически в себя ферменты и, как бы, эту проблему превентивно решу в корне. Вот, но, соответственно, избыточное количество ферментов, оно тоже может негативно сказаться на деятельности кишечника. У некоторых людей, у кого есть уже скрытые такие, как бы, звоночки в сторону нарушения работы протоновой помпы, соответственно, они получают уже всякие там изжоги на этом фоне и так далее. Вот, и уже потом в обратку лечатся амезом после приема панкреатина. И вот это вот начинается бесконтрольный прием гастронатологических средств, какая-то невнятная гастронатологическая история, которая, соответственно, была спровоцирована тем, что человек изначально на глазок начал пить панкреатин, начал принимать какие-то препараты для того, чтобы у него там что-то лучше усваивалось. На самом деле нужно начинать с анализов. Если вы хотите качественный курс на массу с установленным тем же, то есть подвожу итог, что вам нужно убедиться. Вам нужно убедиться, что у вас нет аденома гипофиза. Лучше делать МРТ с контрастом, потому что не всегда, соответственно, аденома себя проявляет в виде, вот сразу, да, в виде, соответственно, повышенного пролактина, вот вне курса. Иногда стартовым ключом к тому, чтобы пролактинома заработала, ей нужен именно курс анаболических стероидов. Ей это может иногда и понравиться. Таких стероидов, как с установленным непосредственно конкретно. Вот. Значит, потом, соответственно, нужно убедиться, что у вас нет повышенной конвертации эстрогена, на это можно сдать генетику. Соответственно, нужно убедиться в том, что у вас с кишечником все в порядке. Это панкреатическая эластаза сдается в кали. Это, соответственно, сдача, можно просто крови, амилазу, липазу посмотреть. Вот. Можно сделать узибрюшную полость, и будет весьма неплохо выяснить состояние желчного оттока. Можно, как бы, убедиться в том, что у вас нет загибов желчного, иначе нужно, соответственно, проводить детоксикацию вообще во время всего курса гормонозаместительной терапии. Вот. И, соответственно, конечно же, конечно же, хромоспектрометрия по оси полудорогие друзья, чтобы у вас все эти моменты, соответственно, набора мышечной массы качественно срабатывали. Пишите комментарии, дорогие друзья, у кого какие вопросы остались, более подробно о том, как работает печень. Вы можете посмотреть в моем выпуске о печени, когда мы читали учебник гипотологии. Я просто сейчас резюмирую все, что мы прочитали оттуда, пожалуйста. То есть просто максимально простым языком говорю. С терминами это есть в этом выпуске. Вся информация, вся как бы логика этого видео, она там представлена с источниками, так скажем. В том числе там про анаболические стероиды есть. Очень моментные такие нюансы, пункты, да. Один из которых, что билирубин конкурирует сброс желчи с анаболическими стероидами, и когда желчи мало, да, надо обратить внимание, что проблемы с этим могут возникать. Вот, поэтому посмотрите обязательно этот выпуск. Выпуск очень интересный, хоть и сложноватый на понимание. Половину читал я своим голосом, половину читал нейронка. Можете оценить, кто лучше с этим справился. Буду вам весьма признателен. Я вас жду всех на своих платных онлайн-консультациях. С вами был Кравцов Сергей. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok